Здравствуйте, зрители канала SeoPult TV, с вами я, Суржикова Анна, руководитель партнерской программы компании Homework. Мы начинаем серию мастер-классов, посвященных тонкостям монетизации образовательного трафика. Найти ссылки на презентации, а также посмотреть кучу других интересных мастер-классов, вы можете на канале SeoPult TV, воспользуйтесь обязательно этой возможностью. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как же получить коммерчески выгодный образовательный трафик или как веб-мастеру превратить студентов в источник дохода. Вопреки распространенному мнению, что эсэйная тематика запрещена в основных поисковиках и социальных сетях, и продавать рефераты и курсовые то же самое, что продавать оружие и наркотики, я скажу вам, что проявив немного фантазии, вы можете абсолютно спокойно получать трафик из любого источника. Давайте по порядку. В Гугле мы действительно запрещенная тематика и реклама в лоб наших услуг там запрещена, однако, я расскажу вам небольшой хак, сделайте посадочную на общетематическую услугу, помощь в оформлении курсовых работ или стандарты ГОСТы к дипломам 2016, таким образом собирайте лиды, имейл-адреса и дальше уже с ними работайте. Если мы говорим про Яндекс, до недавнего времени с ним не было никаких проблем, сейчас он действительно ввел запрет на заголовки, включающие заказать и купить по эсэйной нише, то есть заказать курсовую работу нельзя, а вот помощь в написании курсовой работы можно. Если мы обобщим все известные соцсети, то там вас тоже ждут некоторые сюрпризы с модерацией рекламного объявления, которые достаточно просто обойти и не возникнет у вас никаких проблем с поиском пабликов, в которых вы можете опубликовать свои посты или разместить рекламу. Но вот монетизировать социальный трафик в образовательных и подтолкнуть, то есть продать услуги сервиса по написанию работ через соцсети достаточно сложный кейс, но об этом я расскажу немножко в других выпусках. И есть один прекрасный тип, который абсолютно белый и разрешен во всех поисковиках – это бизнес-план, потому что очень часто студентам задают в качестве учебного кейса написать бизнес-план, и при этом бизнес-план является стандартной консалтинговой услугой, которая продается за деньги, поэтому вы можете воспользоваться этой возможностью и точно также через словосочетание бизнес-план собирать лиды. Давайте мы с вами составим и посмотрим табличку, которая известна всем мастерам, а именно это такой предварительный расчет своей грязной маржи. То есть все просто – посчитай затраты и выбирай на что лить. То есть я привела тип работы, стоимость льда, средний чек на услугу и вознаграждение вебмастера из расчета среднего процента по тому, что предлагают партнерские программы. Ну и дальше уже, собственно говоря, выбирай, что тебе выгоднее и начинай на это лить. Очень часто вебмастера именно конверсию заявки в непосредственно заказ оставляют на усмотрение рекламодателям. Мы вам, ребят, клиента привели, а дальше уже как хотите, его так и конвертите, но давайте мы с вами подумаем о том, а какого же клиента, собственно говоря, вы привели. Очень часто считается, как только слышно словосочетание эссейники, все говорят, а, ну, школьники и студенты. Окей, давайте пойдем по этому пути и продифференцируем, просегментируем наших потребителей по возрасту. Вот я привожу вам статистику посетителей сайта за год нашего сервиса и вы видите, что 45% – это категория 18-24 года, 26% – 25-34, 8,5 и 9,5 – это люди старше 35 лет и младше 18 лет, то есть, собственно говоря, непосредственно школьники, которых нам все приписывают, всего лишь 10,5%. То есть очень вас очень рекомендую, дорогие друзья, перед тем, как потратить деньги на покупку трафика, пожалуйста, подумайте, что именно, когда и за сколько клиенты готовы купить. Сразу скажу, вот давайте мы посмотрим следующий слайд, да, покупка услуг сервиса. Цель ваша – это подтолкнуть клиента к покупке. Если мы говорим с вами о школьниках, то вот я написала вам, что не испытывайте никаких иллюзий, потому что монетизировать школьников очень тяжело. За нашу практику у меня есть всего два успешных кейса, каким образом школьный трафик был монетизирован, но это скорее исключение из правил, чем некий общий тренд. Но с помощью школьников вы можете нагнать посещаемость сайта. То есть, если вы размещаете бесплатный контент категории «готовить домашнее задание», «калькуляторы онлайн», «ответы к ЕГЭ», таким образом вы увеличите посещаемость сайта, но монетизировать, собственно говоря, основной трафик клиентов, школьников вам будет достаточно тяжело. Далее идет категория студенты, а именно 18-24 года, которую все обычно угадывают верно. Но есть один нюанс, о котором, опять же, тоже все забывают. На первом курсе, то есть это эти самые 18 лет, студенты пребывают в полной уверенности, что они выбрали призвание на всю свою дальнейшую жизнь и сейчас очень старательно будут ему учиться. Курс ко второму, этот запал пропадает, и ребята начинают думать о том, а не найти ли мне работу, и совмещать молодость, учебу и работу достаточно тяжело, и поэтому в конечном итоге часть этих студентов становится постоянными пользователями сервисов по помощи в написании учебных работ. Соответственно, если у вас есть своя контентная площадка, то выбирайте возраст 18-24, а вот если вы сами закупаете трафик и потом его перепродаете, сразу же ограничиваете кусок платежеспособной аудитории и выставляете 19-20 лет нижний порог, то есть это студенты, которые уже работают и у них есть деньги для того, чтобы воспользоваться услугами платного сервиса, еще раз подчеркну. И далее мы видим загадочную категорию 25+, про которую всегда все забывают, а тем не менее она составляет порядка 25%, если мы с вами вспомним предыдущий слайд. Кто же это такие? Ну, это запоздалые студенты-заочники, это люди, которые получают второе высшее, это люди, которые получают МБА, магистры и аспиранты, и у них есть две очень хорошие и выгодные характеристики. Первое, у них есть работа, то есть они платежеспособны, и второе, у них категорически отсутствует свободное время в связи с тем, что у них есть работа. Но работать с этой категорией в плане настройки рекламной кампании достаточно сложно, потому что вам придется провести определенную серию АБ-тестов, чтобы понять в вашем регионе или в регионе, на который вы настраиваете рекламную кампанию, по типам, по пользователям, как и что лучше работает. Но это на самом деле очень сладкая часть потребителей, поэтому призываю вас очень активно подумать на тему того, как можно монетизировать этих товарищей. Соответственно, дальше порядка 18% занимала категория 35+, может показаться, что это случайные посетители сайта или исполнители, которые, ну собственно говоря, кто-то же пишет эти работы, да, и поэтому наши посетители, наши авторы тоже заходят на наш сайт. На самом деле процентов 8 в остатке в сухом – это люди, которые действительно интересуются услугами нашего сервиса. Но, как вы понимаете, их не очень сильно интересуют контрольные рефераты, им уже по возрасту не положено, а их интересуют учебно-методические материалы, то есть помощь в составлении учебно-методических материалов, аспирантские работы, не аспирантские, а кандидатские докторские работы и бизнес-планы. Средний чек начинается от 30-50 тысяч рублей и, соответственно, 8%, казалось бы, мало, на них нет смысла настраиваться. Но расскажу вам небольшой секрет, мы более взрослую аудиторию отправляем на другой домен. А почему мы это делаем, я опять же вам расскажу чуть-чуть попозже в других выпусках. То есть, если мы с вами подытожим, то вам нужны не только данные по среднему чеку по основным типам работ, да, для того, чтобы посчитать вашу грязную маржу, но и данные по конверсии типов работ по месяцам, потому что нужно понимать, что у услуг есть своя сезонность, чуть-чуть позже об этом скажу, и четкое понимание кто, когда и что будет покупать. Двигаемся дальше. Сезонность услуг или то самое от сессии до сессии. Скажу сразу, действительно, она присутствует, и если вам лень разбираться с тонкостями настройки рекламной кампании, то выбирайте пиковые периоды сессии, когда желаемый срок сдачи работ у студента был вчера или внезапно, настраивайте рекламную кампанию и получайте свой профит. Но если вы хотите зарабатывать на этой нише весь год, тогда вам будет не лишним узнать, что среди типов работ есть своя сезонность, например, отчеты по практике, это осень и март. Дипломы это начиная с октября, когда выдают темы, если мы говорим про заочников, это март и соответственно они будут конвертить до конца июня. У научно-исследовательских работ сезонности нет. Еще один момент, который я вам забыла сказать в предыдущем, в предыдущем своем слайде, о том, что очень часто все вспоминают основные типы работ, например, рефераты, курсовые, дипломные работы, при этом не учитывают один нюанс. У крупного сервиса, который оказывает услуги по помощи в написании чего бы то ни было, да, вот учебных работ, спектр услуг на самом деле гораздо шире и спектр потребностей у клиента также гораздо шире. То есть, например, крупный сервис оказывает порядка сорока видов услуг для своих клиентов. И, соответственно, при настройке своей рекламной кампании просто попросите у рекламодателя конверсию по месяцам по определенным типам работ. И вы увидите, что действительно среди типов работ есть своя сезонность, и вы можете настроить, то есть, чуть-чуть подкрутив, вы можете настроить заработок свой не только, я не знаю, там, в декабре, январе и апреле, мае, но и в течение всего года. Значит, также момент, о котором все достаточно часто забывают – это высокое количество повторных заказов. Попробовав сервис и получив качественную работу, клиент, как правило, делает повторный заказ уже в проверенной кампании. То есть, есть такая там красивая связка, да, которой почему-то, к моему удивлению, не все пользуются. Вы настраиваете рекламную кампанию на отчет по практике, компания хорошо пишет этот отчет по практике, и дальше клиент заказывает там диплом и все сопроводительные материалы к этому диплому. Все это проходит в течение, ну, я не знаю, там месяцев четырех-трех, и, соответственно, с одного лида вы получаете четыре, три-четыре повторных заказов. Аспиранский реферат – то же самое, это прямой путь к диссертациям. Стоимость лида ниже, а ваш профит, соответственно, будет выше. Двигаемся дальше. Давайте поговорим о том, что делать, если у вас уже есть трафик, то есть у вас уже есть некая контентная площадка, и, соответственно, на ней вы генерируете трафик и думаете, каким образом ее монетизировать. Самое очевидное – монетизировать его смежными тематиками. Сразу приведу вам антикейс. То есть, если у вас сайт с бесплатными готовыми работами или готовыми домашними заданиями, поставь баннер или форму образовательной партнерки и зарабатывай на ней миллионы. Возвращаемся к тому, о чем я говорила раньше – школьников монетизировать крайне тяжело, и одним баннером тут, увы, не обойдешься. Значит, скажу, где хорошо заходит тематика коммерческих услуг по написанию работ. Это сайты категории литературы и учебные материалы. То есть, это онлайн-библиотеки, банки рефератов, готовые работы, контрольные по техническим дисциплинам, то есть имею в виду не школьные контрольные, а вузовские контрольные. В сайтах типа учебные материалы для бухгалтера-юриста Столивара там и так далее, и так далее. Но вам очень важно понимать, что вам нужно продумать переход от бесплатного контента к платному. То есть, если человек приходит к вам на сайт, чтобы посмотреть госты, скачать какие-то учебные материалы, то просто, опять же, предложив ему заполнить какую-то голую ордерформу, не очень сильно сработает, потому что человек просто не будет понимать, зачем он ее заполняет. То есть, мы возвращаемся к тому, что вам нужно делать редирект либо на достаточно хорошую посадочную страницу, либо вам нужно создавать страницу захвата о том, что из этого выбрать и как это сделать, я опять же постараюсь вам рассказать в других выпусках. Но этот переход очень сильно важный, пожалуйста, это запомните. Двигаемся дальше. Небольшой жизненный пример, то есть, практический кейс, который состоялся с одним из наших веб-мастеров, а именно, как пробиться в топ по высококонкурентным запросам без лумов. У мастера был домен и, соответственно, было желание сделать сайт, который в фоновом режиме будет приносить какое-то количество денег. Что он сделал? Проанализировал эсейную нишу и выбрал высоко и среднечастотные конкурентные информационные запросы. Написал 35 небольших статей, плюс сделал там определенную перериновку и нарисовал отдельную посадочную страницу для сбора заявок. То есть, очень средние его затраты, опять же, написание статьи порядка 200 долларов, консультация SEO-специалиста порядка 50 долларов, что он в итоге получил. Ну и плюс ко всему, грамотно продумал время запуска своей рекламной кампании. Вот видите сейчас статистику, это его статистика за первые два сезонных месяца, то есть апрель плюс май. Видите категорию, сколько выведено денег было на тот момент. Собственно говоря, как вы понимаете, затраты были окуплены в первые два месяца. Поэтому, опять же, если вы хотите монетизировать уже существующий трафик, вам нужно просто подумать, каким образом это сделать. На сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего мастер-класса. Смотрите SeoPult.TV, все материалы к моему мастер-классу вы найдете по ссылке ниже. Не забывайте посмотреть и поинтересоваться другими материалами и кейсами от SeoPult.TV. Всем пока, до новых встреч!